Добрый день, друзья! Добро пожаловать на канал Бадук1. Очередная партия у нас. Первый Дан Фокс. Я играю белыми. Не Ранцей. Теперь сюда можно сыграть. Так, координаты. Ага, и он решил поджать. Хорошо. Вот, и здесь я в какой-то профессиональной партии... Ну, раньше мы знаем ход Ку-16, а там просто сыграли такой ход. Вот. И черный защитил это разрезание. Да, вот он тоже защищает. Я тогда могу... Что я могу дальше? Ну, по идее, мне нужно завершить свою форму. Давайте я, наверное, завершу, чтобы было крепко все у меня. Оппонент сразу решил порезать. Это не проблема. Ну, тоже быстрая партия. Вот это неприятно. То, что особенно не думают на первом Дане оппоненты. Но здесь он не может порезать. То есть я могу по низу соединиться просто. Или по верху. Так, если я сюда, он туда. Я соединюсь, он нажмет, я сюда, он порежет. Давайте, наверное, так. Он просто отойдет вниз. А, он решил так сыграть. Хорошо. Так, и что сейчас будет? Он просто отрезает все мои камни? Да. Оказывается, это работает. Я тут ошибся. И как мне выживать? Непонятно. Да, что-то я здесь посмотрел. И как-то странно сыграл. Но сейчас оппонент немного рисковал углом. У меня группа полностью выживает теперь. Я думаю, он здесь ошибся. Он мог лучше результат получить, нежели сейчас. Что я могу тут придумать? Я могу сюда просигналить. Но, в принципе, я всегда смогу просигналить. Поэтому давайте я, наверное, отпилю просто вот эти камни. Буду их тоже контратаковать. О, это странный ход. Плохая форма будет у черного. Ему надо соединяться теперь. Да, я могу отаре поставить. И вот так соединиться. То есть, неприятно за черного получилось. Он поспешил. Вот. И дальше, в принципе, за меня все в порядке. Я могу играть сюда. На отаре я соединюсь. Он может порезать. Всегда, да. Вот он порезал сейчас. Как мне теперь спасаться? Ну, наверное, я буду просто отпрыгивать. Он вытянется. Я сыграю Ханэ. Он повернет. Я сыграю постигра. Пока живу. Да, этот ход угрожает. Я тогда хожу сюда. Теперь вот это... Да, лесенку он закрывает. Молодец. Я могу здесь получить лишний ход. Могу еще так сыграть. И, в принципе, дальше можно сыграть здесь Ханэ. Ему можно вытягиваться. Я построю постигра. И это уже неубиваемая группа получается. Ну, поатаковать можно, но убить невозможно. Да, поэтому он играет Тенуки. Это, в принципе, правильно. Я буду в эту сторону строить стенку, потому что у меня здесь уже есть заделанную территорию. Наверное, еще раз вытянусь просто. И сыграю здесь Ханэ. Очень сомневаюсь, что он сможет выжать по правой стороне. Буду брать много очков. Ага, вот он решил вторгаться. Но это не проблема. Можно просто сюда защититься. Ну, он, наверное, хочет подвинуться в Н7. Ага, он решил вторгаться. Молодец. Мне нравится, как играет. Может, это первая партия, которую я проиграю против первого Дана. Потому что он пока забрал вообще все углы. Как мне здесь играть? Давайте, наверное, из-за того, что у меня здесь есть форма, я сыграю двойной Ханэ. Попробую забрать угол обратно. Да, это Тенуки. То есть, немного нейтрализуется моей формой. Поэтому не так страшно. Как если бы я ему отдал по ноке в ту сторону, на верхнюю. Да, отпрыгивание это в порядке. Теперь мне нужно придумать, могу ли я убивать эту группу или не могу. Непонятно мне. Ну, давайте, хорошо. Я пока здесь буду что-нибудь придумывать. Порежу. Он, наверное, поставит... А, он такой отари поставит. Тогда этот угол мы у него не вышибаем. Здесь тоже можно поставить отари и соединиться потом. Строго говоря, у нас получается две неживые группы. Но они почти... Да, вот он правильно делает то, что атакует. Но они почти живые. Поэтому... Как это сформулировать? Это не очень страшно. Здесь я накидаю камни, чтобы получить форсированные ходы. Что-то ему отдам. Так, он играет сюда, чтобы поставить двойную отари. Я тогда... Наверное, соединюсь снизу. Ему нужно будет соединяться тоже. И, в принципе, он еще может меня порезать. Но тут будет такая опасная немного для него борьба. Здесь я, конечно, соединюсь. Да, вот именно из-за того, что ему нужно было выживать этой нижней группой. Поэтому пока все в порядке. И здесь я могу просто спуститься, либо... Ну, я не вижу, если я сюда похожу в D13, что это мне что-то даст. Поэтому я просто вот так сыграю. То есть, получается, я соединил две слабые группы. Сейчас самая большая сторона, конечно, верхняя. Но мне... Строго говоря, вот эта группа D13 еще не совсем живая у черного. Поэтому я тут постараюсь как-нибудь получить какие-нибудь ходы. Ну, в первую очередь, я здесь порежу, чтобы эта группа вынуждена была бежать. Вот эта группа C6. И ему нужно либо контратаковать мою двушку, пытаться ее убить. Либо нужно куда-то убегать. Я думаю, да, контратаковать хороший план. Но не уверен, что исполнение корректное у моего оппонента. Потому что так я могу просто поставить Атари и вытянуться. Если я поставлю Атари здесь, он соединится. И я соединюсь. Он должен будет вытянуться. Я тоже вытянусь. Он там где-то соединится. Короче, хорошо. Это что-то сложное. Я поставлю Атари и вытянусь сюда. Так. Ну, на это он обязан реагировать. Захватывать мой камень E8. Либо выходить как-нибудь через F9. А его группа тем временем приближается к тому, чтобы умереть. Очень сильно приближается. Хотя тут можно как-то выжить. У него есть B10. Потом еще какие-нибудь форсированные ходы можно найти. Ну, посмотрим. То есть, если прямо сейчас сыграть. Вот он все-таки решил спасать. Но раз он спасает, то что мне делать? Если я сыграю с этой стороны, то он просто порежет. Поэтому мне здесь придется все-таки соединиться. И он сейчас... Да, он играет все-таки сюда. И я могу теперь сам его порезать. То есть, я режу, он Атари, я спускаюсь. Если он спустится, я поставлю Атари и скушаю. Либо я режу, он Атари... Давайте я порежу. Что будет? Тут просто такая борьба. Ну, плюс он может порезать. Поэтому не очень хочется. Ага, он решил все спасать, наверное. Ну, посмотрим, как у него получится все спасать. Ну, я имею в виду, все спасать, это в D13 ходить. Да, все-таки он решил в D13 походить. Тогда я здесь должен поставить Атари. И он, наверное, будет отрезать в E15. Ага, он походил сюда. Я здесь пробью. Ему нужно будет отрезать. Вот он делает это таким образом. Это, я считаю, не лучший вариант за него. Потому что он уже умер. То есть, он может порезать, но я просто поставлю Атари и спущусь. Да, вот он режет. Я просто ставлю Атари. И спускаюсь. И у меня живая группа в углу. Ну, даже дело не в том, что она живая. У нее просто много степней дыхания. А его группа никуда не может убежать. И то, что он меня отрезал, вот эту группу, у нее тоже очень много степней. Что у нас здесь? Он сюда. Я здесь могу, в принципе, сыграть пустой треугольник. Он Атари, я Атари. Он Атари, я Атари. Он туда, я туда. Но да, я просто живу пустым треугольником. Вот так. Он ничего не может сделать. Потому что у меня здесь есть просто вот такой Атари, на который он никак не может ответить. Ну, он может Кобарьбу сделать. То есть, он может Атари поставить. Хотя нет, это не Кобарьба. Извините, я здесь просто соединюсь. Да, я просто соединяюсь. У меня живой угол. Его группа автоматически умирает. То есть, партия немного выровнялась. Этот ход мне не угрожает. Но оппонент показывает то, что он хочет строить много территории. И он сразу сдается. Так. Ну, почему он сдался? Потому что он ничего не убил. Умер большой группой. Здесь есть какие-то Адзи. Хотя, камень вроде бы захвачен. Но, просто его ход не является сента против угла. И я сейчас, по сути дела, могу играть любой ход. Типа прыжка в Аль-3. Он его, конечно, порежет. Но у меня слишком много простора, чтобы там выжить. Вот. И плюс вот эти очки он не может сократить как-нибудь. Он может просто сыграть Р-4. Поэтому он решил сдаться, наверное. Но в самом начале я очень сильно ошибся. Давайте посмотрим. Так. Давайте смотреть партию. Значит, что у нас было в самом начале. Он атакует. И потом... Ну, есть, конечно, такой популярный вариант. И, наверное, мне нужно было его и играть. Потому что... Ну, что здесь будет? Атари. Спуск. Спуск. Потом сюда. Нет, извините. Потом Атари мы вставляем сперва. Атари. Он соединяется. Потом сюда. Он забирает. Мы Атари. Он пробивает. И мы делаем какую-то форму. То есть, это как бы стандартный вариант. А я решил сыграть вариант, который я увидел у профессионалов. Недавно. У китайских. Они сразу играли сюда. Защищались. И потом, по-моему, как-то так. И я не уверен, что он защищал свою форму. Может быть, он как-то Тануки играл. Я не помню. Вот. Здесь оппонент сразу порезал. И почему-то я был уверен, что я на этот ход могу... Ну, то есть, я думал, что будет как-то так. Я не думал, что вот это действительно опасно. То есть, я совершенно забыл, что он может подтолкнуть. Если я сюда, то он, конечно же, отрезает четверку. И это большие проблемы. Слишком много очков. Поэтому я тут начал импровизировать. Что сделать здесь, черному? Ну, Атари, конечно, надо поставить. Иначе я просто порежу. То есть, здесь МИА из-за черного. Либо поставить Атари. Либо соединиться как-нибудь. То есть, например, соединение такое. И что тогда? Раз, два, три. Живая группа. Либо вот он ставит Атари. И теперь я не могу соединяться. То есть, если я соединюсь. И он соединится. И я сыграю сюда. То он может нажать. И я сюда. Он поставит Атари. Я должен соединяться. И он блокирует. И у меня тут нет пространства для двух глаз. То есть, только один глаз. И угол я не могу убить. В углу будет больше степени дыхания, чем у меня. Вот. Поэтому я на этот ход ответил сюда. Он пробил. Я вытянулся. И здесь, если бы он поставил Атари, то у него были бы проблемы в углу. Я сюда. Он пробивает. Я соединяюсь. Он играет Хана. Я могу сюда сыграть. Он сюда. И я тогда отрезаю камень. Да. То есть, получается, мне как-то здесь повезло. Я выжил. В углу остались Адзи. Мой оппонент доиграл здесь ход. Тут какие-то Адзи еще есть. Но это какие-то больше к угрозу уже. Вот. И дальше я начинаю выбирать. То есть, я могу как-нибудь сыграть с этой стороны. Но он тогда, допустим, доест эти камни. И у него все очень крепко снизу будет. Хотя, подождите. Тут нет ли кубарьбы? Если он сюда, я сюда. И он сюда. Это же кубарьба? Да. Тут кубарьба остается. То есть, у белого это ложный глаз получается. Да. И черному нужно было этим как-нибудь воспользоваться. Вот. Я здесь обострил. Потом у нас была какая-то такая ситуация. Вот этот ход позволил мне укрепить форму справа. Группу. И он порезал. Но. Я бы на его месте начал эту кубарьбу. Может, он просто ее не увидел? Допустим, он здесь просто соединяется. Я тут должен как-нибудь доиграть. Ну, или даже если мы вернемся к ситуации в партии. Перед разрезанием он может начать эту кубарьбу. Я пробиваю, он режет. Если я пробиваю, он забирает эти камни. Я, конечно, еще раз пробью. Но это уже будет год. Хотя, это, наверное, плохо за черного. То, что здесь все умирает. Ну, окей. Ну, были же в будущем другие какие-то моменты, да? Хорошо. Тут он порезал. Я как-то здесь спасся. Получил крепкую форму. Все. То есть, белая группа, можно сказать, уже очень сильная. Черный на атаке не очень много получил. Он получил какое-то влияние здесь. Но это влияние многого не дает. Потому что у меня оба камня высокие сверху доски. Вот. И моя группа нейтрализует его Семари. Плюс дает возможность там прилипать, что-нибудь делать. Он играет вторжение. Ну, то есть, правильно то, что он не начал, не продолжил, вернее, как-то доигрывать локально какие-то моменты. И он перешел дальше по Фусеке ко вторжению. Но, строго говоря, вот эта вот большая моя группа, ее же можно тоже поджать. То есть, можно как-нибудь так сыграть. Наверное. Я не уверен. Но если даже как-нибудь построить себе базу, то у белой группы могут быть проблемы. Ей придется в какой-то момент выживать. Вот что я имею в виду. Он вторгся. И я просто сразу решил все свои проблемы. Потому что на фоне такой стенки с моей группой что-то сделать нереально. Вот. То есть, это все уже мои очки. Я не верю, что здесь можно выжить. На первом дане. Особенно. Вот. И дальше он вторгается еще в один угол. Я решаю забрать угол себе. Отдать ему по ноге. И он играет сюда. Вот я не уверен, что это хороший какой-нибудь ход. Это стандартный ход. Как бы распространение от по ноге. Но. Может быть продолжить какую-нибудь атаку. Я бы такой ход играл. У черных очень крепкая группа. У белого группа сильная. Но двух глаз, строго говоря, пока нет. Ее можно атаковать. Я бы играл как-нибудь так. Пробовал бы ее запечатать. Спрашивал бы, как собирается выживать белый. Либо, может быть, подготовить какой-нибудь такой ход. Может быть, даже лучше сюда играть. Потому что этот ход и с Пануки сочетается. И с этим Симари делает задел на то, чтобы брать здесь очки. И у белого просто нет времени вторгаться. Потому что у него и так слабая группа. Наверное, более корректный способ игры. Как-нибудь так. Но то, что он сыграл в партии. Это, во-первых, далеко. Это не атакующий ход. Он просто территориальный стандартный ход. Я тут проверил, что он будет делать. Очень странно получилось, что он оттал мне угол. Потом, конечно, он начал атаковать. Но он сам слабый слева. И плюс есть какие-то слабости здесь. Поэтому после нашего отыгрыша он правильно сделал то, что укрепился. Потому что если он сейчас будет здесь пробовать как-то порезать, то... Ну, не порезать, а резать. То я здесь просто сыграю Хана. Он будет убегать. И потом я могу просто играть сюда. Хана, соединение, убийство. И что? Тут, видимо, белый умирает. Потому что если сюда, то сюда. И у меня просто не хватает времени. Поэтому... Ой, далеко отмотал. Но давайте еще раз. То есть, если вместо этого хода он начинает меня отрезать. И, предположим, мы играем так-так-так. И я играю сюда. Он играет сюда. А если я спуск сыграю, что он... Как он убьет? Он поставит Атари. Я сюда, он сюда. Он убить меня не может пока из-за Дамодзумари. А я не могу построить себе второй глаз из-за Дамодзумари. Но у меня будет... То есть, здесь может быть какой-нибудь Секи. То есть, например, какой-нибудь ход сюда. Он сюда, я Атари. Он Атари я пробил. И что дальше? Сюда, сюда. Ну, то есть, здесь он прорваться никак не может. Допустим, соединение. Я тоже соединяюсь. Он должен в какой-то момент вкинуть, чтобы я Атари не поставил с той стороны для Кобарьбы. Он вкидывает. А мне что делать? Похоже на Секи. То есть, он вкидывает, я пробиваю. Он соединяется. Я могу поставить... Ну, или Кобарьба. Я могу поставить Атари. Он поставит Атари. И я пробиваю. Двуступенчатая Кобарьба, получается. Он может сыграть здесь. Какая-то, в общем, могла быть Кобарьба. Или какой-нибудь Секи. Вот здесь. Ну, в общем, он защитил свою слабость. Я вытянулся. Я вытянулся. Он сыграл сюда. И потом я начал издалека присматриваться, что будет. И, как бы, он же мог спокойно соединиться с этой группой. И она была бы полностью живой. Дальше у меня Сенте. Предположим, я как-нибудь здесь добавлю еще ход. Чтобы у меня полностью все жило. И я думаю, ему особо не нужно добавлять. Но окей. Даже если он укрепится. Он укрепится. И что делать дальше? Дальше остается играть только по верхней стороне. Как-то так. Окей. Но в партии он зачем-то сразу сюда походил. Этот ход говорит о том, что он убивает С8. Ну, то, что он собирается убить С8. Потом я сюда. Он прилип. И здесь. Ну, в эту сторону, если бы я поставил Атари. И сюда, то он бы вытянулся. И потом вот этот сценарий мне не очень нравится. Потому что могли бы заиграть какие-то Адзи, связанные с двушкой. И плюс я не вижу, как моя группа может выжить. Поэтому я поставил Атари с другой стороны. Здесь Хана в центре для меня, потому что я угрожаю скушать. Из-за того, что у моей двушки 4 дыхания, а не 3. То есть, если бы здесь была забита степень. Вот так. То он мог бы порезать. Он мог бы порезать. В принципе, он мог бы здесь даже сыграть. Если бы я... Ну, он мог бы... Да, мог бы так сыграть. И мне пришлось бы соединяться. Дальше так. Ага, ну дальше я могу, видимо, скушать все равно, да? То есть, резать за него опасно. Да, резать опасно. Из-за того, что вот эта группа рассыпется. Он захватил. Я соединился. Но получается, я мог и не соединяться, да, что ли? То есть, если бы я сыграл здесь. И он бы порезал. И дальше я бы куда-нибудь прыгнул сюда. Вот я прыгаю сюда. Он нажимает, я сюда. Он оттягивается. Он вкидывает. Я соединяюсь. Он оттягивается. Я ставлю оттягивание. Он соединяется. Но если так, то он умрет. А если он не соединится на мой атаре, а сыграет прилипание. То я должен пробить. Он пробьет обратно. Допустим, даже. И дальше у меня запечатанная группа. Ну, окей, я соединился. Он сыграл сюда. Как я и полагал, потом я порезал. И он решил все спасти. Но проблема была в том, что ему не хватает степней дыхания. И он не может убить угловую группу. Ну, да. И здесь дальше уже он сдался. Потому что группу потерял. Здесь у белых много очков. И плюс темпу белых. Белые могут просто не дать построить много очков сверху черным. И в центре. Ну, вот такая партия. Буду выкладывать. Спасибо за внимание.